День добрый, с вами Смирнова Ирина и сегодня мы будем говорить о Яндекс.Митрике. Вы знаете, что задача моего блога и моя задача это работа с начинающими блогерами. То есть с теми людьми, которые только что начали работать с собственным блогом. Поэтому достаточно подробно мы сегодня поговорим о работе с Яндекс.Митрикой. Работая с людьми, я очень часто вижу, что практически блогеры молодые устанавливают счетчик в Яндекс.Митрике и просто следят за тем, какое количество к ним приходит на блог. Яндекс.Митрика это аналитический ресурс. И задача его состоит не в том, чтобы мы определили, какое количество людей пришло на блог, а для того, чтобы мы поняли, кто наши посетители, как нам лучше публиковаться на блоге, что нам надо публиковать на блоге, что интересует нашего посетителя, почему он мало находится на нашем блоге, или наоборот, почему и на каких статьях он больше задерживается. Поэтому вот это видео я посвятила тому, чтобы мы с вами прошлись немножко по аналитическим таким работам с Яндекс.Митрикой, установленной на вашем блоге. Работать мы будем с вами, точнее разбирать весь процесс мы будем с вами на примере моего молодого блога, который называется «Поговорим за чашечкой кофе». Этот блог у меня создан давно, но практически он был чисто учебный. Я там выкладывала чисто такие учебные материалы. И первую статью где-то напечатала в июле месяце 2015 года, но решительно взялась за этот блог только в январе месяце этого года. То есть первая статья, действительно такая статья, которую я поставила перед собой целью начать продвигать собственный блог, была опубликована 4 января. Сегодня 25 января 2016 года. И поэтому вот на примере начала продвижения блога я хочу вам показать, каким образом лично я работаю с аналитикой Яндекс.Митрики. Я понимаю, что кто-то может взять за основу то, что делаю я, кто-то может это не принять, но это уже, так сказать, дело лично каждого человека. Поэтому приступаем к нашей работе. Прежде всего я поставила перед собой определенный вопрос. Вопросы, на которые я должна получить ответы, проработав с результатами Яндекс.Метрики вот за прошедший этот месяц. Первый вопрос, который я поставила перед собой, это какая рубрика наиболее предпочтительнее моим посетителю. Всего таких рубрик у меня три. Первая рубрика – это аналогии, где я рассказываю о биохимических процессах, происходящих внутри организма, на примере очень простых аналогий, связанных с обыкновенной нормальной реальной жизнью. Вторая рубрика – это нумерология. Это немножечко такое мистическое направление. Я хотела бы выяснить, интересует моего посетителя такое направление или нет. И третье направление – это долголетие. Как видите, все направления вроде бы и очень разные, но в то же время они как бы захватывают интересы всех обычных людей, окружающих меня. Поэтому для того, чтобы выяснить, что больше всего интересует моего посетителя, я должна понять, какая рубрика наиболее предпочтительнее моему посетителю. Это первая задача, которую я перед собой поставила. Вторая задача – это я должна выяснить портрет моего посетителя. То есть какой у него возраст, какой пол, кому наиболее предпочтительно, какие рубрики и так далее. И третий вопрос, который я перед собой поставила, это вопрос такой. Я обычно каждую свою статью начинаю с теоретических каких-то выкладок. Хотела бы понять и узнать, нужны ли эти выкладки моему читателю. Может быть, не стоит углубляться в теорию. Может быть, достаточно того, что просто давать какие-то там практически отработанные на собственном жизненном опыте советы и так далее. Вот такие три задачи я перед собой поставила. Теперь давайте перейдем на мой блок. Вот этот блок, вот этот блок, о котором я говорила выше. Посмотрите, здесь я начала работу 4 января 2016 года. На моем блоге выложены три рубрики. Я эти статьи свои продвигаю в социальных сетях, выкладываю их анонсы в социальных сетях. То есть я должна понять, работают ли социальные сети на привлечение посетителей на мой блог. И я точно так же анонсы своих статей выкладываю в субскрайбе. Для того, чтобы понять действительно, то есть статистика, та статистика, которая у меня получилась в результате привлечения посетителей субскрайба, она была достоверная. Хотя количество людей еще не так много, чтобы действительно дать серьезную достоверную информацию. Но для меня, как начинающего блогера, этого будет достаточно. Я использовала только три группы. И все статьи всех трех направлений я печатала только в трех группах. Почему? Потому что я должна была все три направления отработать на одних и тех же целевых посетителей. То есть на группе «Хочу все знать», на группе «Поговорим» и на группе «Обо всем для каждой женщины». «Хочу все знать». Итак, я все абсолютно сделала для того, чтобы у меня Яндекс.Метрика работала, но я должна была сделать некоторые настройки. Давайте зайдем в Яндекс.Метрику. Вот это настройки. А работать мы с вами будем с Яндекс.Метрикой новой, то есть той версии, последней версии, которую нам предлагает Яндекс. Она очень удобная. К ней надо просто привыкнуть, то есть уйти от старого интерфейса. Но если вам не нравится новый интерфейс, то вы можете перейти на старый интерфейс, вот пройдя вот по этой ссылочке. Но мы будем работать с вами только в новом интерфейсе. Итак, с чего мы начинаем? Мы устанавливаем с вами счетчики. Счетчики у нас должны быть отображены вот на такой страничке. Вот в данном случае у меня здесь отображены два счетчика. Это один счетчик, это личный блок, рыжий блок, как я называю. И второй счетчик, это счетчик за чашечкой кофе, который я назвала здесь, за чашечкой кофе. Это тоже блок, о котором мы сейчас с вами будем говорить. Первое, что я здесь вижу. Я здесь вижу визиты, просмотры посетителей. Это, так сказать, по умолчанию вот эти вот настройки. Вы здесь их изменить не сможете. Я вижу количество визитов. И процент, если он красным цветом, то это значит, процент показывает, насколько процентов меньше визитов на сегодняшний день, то есть за последние 24 часа, именно вот в это время. Вот в данном случае на моем кофейном блоге сейчас практически на 4,5% людей меньше, чем это было вчера. В это же время. Ну, к примеру, 3 часа ночи, да. Личный блок, рыжий мой, у него сейчас наоборот, прирост идет, то есть больше, чем вчера, на 11,8% визитов, посетителей на 10,6% больше, а вот просмотров на чуть больше, полутора процентов меньше, чем было это вчера. Итак, что мы здесь можем сделать? Мы здесь видим вот этот вот наш график, который у нас показывает визиты за неделю. Мы можем здесь выйти в настройки, мы можем удалить счетчик, мы можем настроить доступы. Вот доступы, давайте посмотрим, как мы будем настраивать. Что такое доступы? Доступы к счетчику мы можем посмотреть, дать возможность, публичный доступ к статистике, и тогда люди через наш информер будут заходить в нашу статистику. Мы можем показывать только данные информера. Я ни то, ни другое не показываю. Мы можем дать доступ к гостевой, то есть добавить к нашей метрике возможность входа в нашу метрику постороннему человеку. В этом случае мы нажимаем вот на этот плюс, вводим сюда логин и позволяем этому человеку или только просмотр, или полный доступ. Я обычно этого не делаю. Итак, я просто показала, как это можно сделать. Дальше мы можем сделать настройки. Зайдя в конкретно наш счетчик. Нажимаем вот на эту шестереночку и заходим в настройки счетчика. Счетчик как настраивать я показывать не буду, я только хочу обратить ваше внимание на вот такие вот вещи. Значит, сейчас мы находимся в разделе «Общие». Зайдем в код счетчика, и очень важно, чтобы вы в настройках установили вот эти вот две галочки. Вот в этом чекбоксе «Вебвизор», карта скроллинга, аналитика, форм и асинхронный код. Они обычно идут по умолчанию, но ваша задача ни в коем случае здесь этого не снять. Дальше заходим в «Вебвизор». В «Вебвизоре» у нас с вами есть возможность следить за нашим посетителем из браузера или отдельным запросом. Если мы будем следить из браузера, то мы будем видеть визит. Человек просто будет работать на странице, которая не соответствует его визиту. Поэтому, если вы хотите действительно просмотреть действия человека, такие, какие были при его посещении, тогда ставьте, выделяйте вот эту ссылочку отдельным запросом. Но имейте в виду, что когда идет отдельный запрос, то «Вебвизор», естественно, нагружает ваш сервер. И загрузка сервера будет немножечко дольше. То есть может быть даже перегрузка сервера. Поэтому отслеживайте это на своем хостинге, нет ли у вас перегрузки. И еще один момент. Если вы будете делать загрузку страниц плеера от вашего имени, то тогда при просмотре вебвизора вы будете видеть собственный сайт с собственной корзиной. Поэтому вам нужно, чтобы вы посмотрели, действительно, что делает ваш посетитель. Поэтому устанавливайте от имени анонимного пользователя. Если вы это все установите, то в этом случае при сохранении у вас появится обязательно информация, список страниц для сохранения. Пишите здесь свой домен, и этого будет достаточно. Все мы вот здесь с вами настроили. Теперь переходим к настройкам цели. Вот посмотрите, если вы хотите действительно получить достойную, такую серьезную аналитику, то ваша задача обязательно настроить цели. Мне очень важно, вот для меня лично, для получения той информации, которую я хочу получить от Яндекс.Метрики, для меня очень важно посмотреть тех людей, которые просматривают мой блог более пяти страниц. То есть для этого я устанавливаю цель. Цель конверсионная у меня здесь, а не ретаргетинговая. Ретаргетинговые цели в основном ставятся для интернет-магазинов. Мы с вами ставим конверсионные цели. Как мы это делаем? Мы добавляем цель. Вот видите, здесь у нас четыре цели. Возможно делать четыре типа цели. Это количество просмотров, посещение страниц, джава-скрипты и составная цель. Нас в основном интересуют вот эти вот странички, цели, типы. Это количество просмотров и посещение страницы. Для посещения страниц ваша задача нужно установить вот в этом поле адрес той странички, которую вы хотели бы, чтобы человек отметить, чтобы человек посетил, чтобы вы видели, сколько людей посетили именно эту вашу страницу. Для этого выбирайте вот здесь URL содержит. Почему? Потому что, значит, это содержит вот этот адрес во время посещения вашего блога. Дальше. Если мы с вами, вот я сейчас закрою отмена, да, и здесь я установила блок молодой, я установила только одну цель. Это просмотр пяти страниц. Вот если я зайду сюда, вот в этот карандашик, то я увижу, что я здесь устанавливаю количество просмотров. Вот здесь я поставила пятерочку, кликнула ОК. Все. Страницы пять штук. У меня вот такая цель здесь установлена. Ну и последнее. Заходим в фильтры. Здесь обязательно не учитывать мои визиты. И фильтровать роботов только по строгим правилам. Все. Больше я здесь пока никаких фильтров не устанавливаю. Итак, мы с вами настроили цель. Цель мы настроили такую, чтобы она соответствовала тому, что мы хотим увидеть, собственно говоря, в Яндекс.Метрики. Еще раз повторяю. Так как это блок у меня молодой, для меня очень важно видеть тех людей, которым интересен этот блок. Тогда я могу понять, с каких страниц они заходят, с каких страниц выходят, и что они просматривают внутри своего посещения. Итак, выхожу на метрику. Вот пока мы с вами разговаривали, посмотрите, прошли изменения. Вот уже здесь глубина просмотров за чашечкой кофе. Посмотрите, у меня уже появились зеленые проценты, а не красные. Заходим сюда, в нашу метрику. В святую святых, так сказать. Смотрите, вот здесь на черном фоне у нас стоят ссылочки. Сводка, отчеты, карты, веквизор, настройка. Вот, кстати, через вот эту вот настройку мы можем выйти опять на настройки нашего счетчика. Изнутри, не выходя в счетчики. Итак, открывается у нас по умолчанию, естественно, сводка. Давайте посмотрим, что мы здесь можем увидеть в этой сводке. Я, конечно, установила себе, во-первых, временной интервал месяц. Потому что недели для меня мало, а месяц – это тот месяц, который вот сейчас практически 20 дней у меня получилось. Те 20 дней, которые я работаю с собственным блогом. Итак, посмотрите. Первый виджет, а вот это вот у нас все будут виджеты. Первый виджет здесь установлен – посетители. Что я здесь должна посмотреть? Ну, во-первых, я вижу, что у меня здесь были посещения выше, чем вот в среду 20 числа было 121 посетителей. Для меня важно, вот тогда, когда я гляжу, просматриваю месяц, я должна, знаете, как биржевые маклеры делают, они смотрят тренд. Тренды, они смотрят каким образом? Они проводят прямую линию по вот этим вот вершинам самых высоких токов. И если этот тренд восходящий, то значит, будем надеяться, что все мои действия правильные. Потому что в любом случае у вас не будет такого, что каждый день у вас будут здесь идти вверх и вверх количество посетителей. Все равно будут какие-то провалы, особенно в начале, потому что здесь каждый всплеск будет зависеть, вернее, возникать тогда, когда у вас будут публиковаться новые статьи, тогда, когда вы будете их распространять на каких-то сторонних присутствиях. В данном случае у меня социальные сети и в данном случае у меня субскрайб. Значит, это я посмотрела посетителей. Вот если у вас наоборот шел бы тренд нисходящий, то тут нужно было бы срочно задуматься, в чем дело, почему вдруг у вас упало количество посетителей. Но это, посмотрите, первый виджет, который считает, что Яндекс.Метрика обязательно считает, что это должна быть у вас прямо перед глазами при входе в метрику. Второй виджет, посмотрите, второй виджет – это новые посетители. Вот если, смотрите, графики очень похожи, да, тоже восходящий тренд, но обратите внимание, вот я здесь ярко выраженная верхушечка, вот посетителей было 121 в среду 20-го числа, а новых посетителей – 113. Это говорит о чем? Это говорит о том, что из 121 посетителя, пусть это будет не так много, там, 8 человек, но это те люди, которые к вам пришли повторно. Может быть, не первый раз, так сказать. То есть это те люди, которых, будем говорить, зацепил ваш блог. То есть им понравился ваш блог, и они к вам возвращались. Пусть их пока еще мало, но они уже у вас нет. Итак, значит, мы посмотрели с вами вот такие два виджета. Спускаемся ниже. Ниже у нас очень важный момент, который, виджет, который называется «Источник трафика». Вот здесь мы должны видеть количество переходов в процентах этой источники трафика. в процентах весомость количества переходов по ссылкам на сайтах. Посмотрите, вот с зелененьким цветом. И оно так и будет, потому что по ссылкам на сайтах у меня основная масса работы идет с субскрайбом. Я оттуда приглашаю людей. Ведь никто не узнает о вашем сайте прямо сейчас. Ведь очень важно выйти в поисковые системы. А чтобы выйти в поисковые системы, то есть ваш сайт будет тогда стабильно работать, когда у вас с поисковых систем будет идти 60-70% людей от общего трафика. На начальном этапе, конечно, у вас с поисковых систем будет идти людей очень мало. Вот посмотрите, вот у меня самые последние фиолетовые переходы из поисковых систем, вот она. Вот он, сектор. Всего 19 визитов. Это визиты, опять же. Это не посетители. А вот с субскрайба, то есть с тех сторонних сайтов, на которых я публиковалась, с них пришло 407 человек. Но здесь надо помнить о том, что Яндекс.Метрика запомнит, что к вам ходят люди, что они к вам идут, что у вас идет увеличение посетителей, и они будут вас выдвигать на первые места в поиске. Дальше. Прямые заходы. Это те люди, которые знают о моем сайте, которые приходят сюда. Вот 30%. Переходы из социальных сетей. 94 человека. 94 визита, извините. 94 визита – это неплохое начало для 20 дней работы. Внутренние переходы – это переходы внутри сайта у вас. И переходы из поисковых систем. Мы посмотрели с вами 19 визитов. Дальше мы смотрим вот эту работу отказы, глубина просмотра, время на сайте. Видите, здесь идет количество отказов на данный момент, 11%. Но вот здесь показана у нас информация идет в каком виде? Бесконечность, процент от бесконечности. Почему? Потому что за месяц информации еще нет. Вот если я возьму вчера, то видите, здесь уже будет показано, что время на сайте на 26% увеличилось, а глубина просмотра на 17% уменьшилась. Отказы на 37% увеличились. То есть последняя статья была опубликована у меня в пятницу, и поэтому, естественно, уже интерес спал. То есть те люди, которые приходили, они уже, так сказать, поняли, что нового пока здесь ничего у меня нет. Итак, возвращаюсь к месяцу. Теперь смотрим следующее. Посмотрите, вот помните, я поставила перед собой задачу выяснить, какие статьи, какие рубрики наиболее интересны для моего посетителя. Вот здесь адрес страниц, то есть то, что в сводке нам дается информация, она вот уже здесь показана. Вот посмотрите, я знаю адреса своих страниц, я знаю ссылки на своей странице. Поэтому я могу выяснить, например, посмотрите, вот предпоследняя статья у меня была «Самое простое упражнение для продления активной жизни». И она у меня стоит по просмотрам на первом месте. 314 просмотров этой страницы. То есть я так понимаю, что активное долголетие, активная жизнь интересует людей, да? Наверное, рубрика «Долголетие» интересует людей. На втором месте стоит «Как рассчитать личный код года». Это уже нумерология. Потом идет главная страница, конечно. Я ее пока вообще не смотрю. Для меня важно дальше, что идет. А дальше идет «Как рассчитать код года». Это опять нумерология. Потом личный нумерологический код месяца и дня. Опять нумерология. То есть глядя на вот эти показатели, я могу сказать, что, наверное, нумерология сейчас вырывается, так сказать, вперед. Дальше идет «Физическая активность», «Правила долголетия». Автор блога. Так, нумерология – это у нас рубрика. Потом автор блога. Дальше идет «Карта сайта». И «Нискокалорийная диета» – это тоже долголетие. Вот и посмотрите. Из всех вот этих вот показателей я делаю вывод, что, например, у меня рубрика «Аналогии» здесь вообще не учтена. Ее вообще здесь нет. Здесь есть только рубрика «Долголетие», но превалирует все-таки здесь нумерология. То есть только по долголетию только одна статья вот здесь вот на передовых позициях. Остальное все – это нумерология. Дальше я уже какие-то выводы могу сделать, да? Дальше я смотрю вот очень интересную виджет, который называется «Последняя поисковая фраза». «Последняя поисковая фраза» – это фраза, которая, по фразе, вернее, по которой ваш посетитель прибывает на ваш блог. Вот посмотрите. У меня, естественно, мой блог пока еще не слишком хорошо продвинут в поисковых системах. Этот блог. Он у меня, когда писались, давалась там учебная информация, только учебная информация, я его закрывала от поисковиков совсем. А вот сейчас я его открыла. И посмотрите, естественно, что блог Ирины Смирновой, Ирина Смирнова-блог и так далее, вот эти вот вещи, они, конечно, здесь будут впереди. Это ясно и понятно. Но меня это не интересует, вот эти первые фразы. Меня интересуют те фразы, которые совершенно не относятся к моему блогу. То есть, как бы люди совершенно не знают о том, что такой блог существует. Вот из этого виджета я могу понять, что по каким-то поисковым фразам я уже нахожусь на первой или второй странице выдачи. Вот посмотрите, вот это Яндекс. И вот посмотрите, какой запрос. Для пятого класса, как устроен организм человека питания. Я могу посмотреть это отсюда прямо. Я кликаю вот на эту фразу и выхожу сюда. И вижу, что вот на третьем месте стоит мой сайт с ссылкой на мою статью. Значит, я так понимаю, что уже Яндекс.Метрика ко мне немножко стала относиться лояльно. Именно вот к этому самому сайту. И уже Яндекс.Поисковик меня начинает выдвигать. Посмотрите, давайте посмотрим, вот, например, такой вот Mail.Ru. Вот это вот Яндекс. А вот уже Mail.Ru меня где-то там увидел. Давайте зайдем сюда. У Mail.Ru надо еще вот здесь пройти вот таким образом. И посмотреть здесь. Здесь, но вот на первой странице нет. Давайте посмотрим, есть ли на второй странице. Вот, на второй странице есть, пожалуйста. Это тоже неплохо, потому что первая и вторая страница – это те люди, которые совершенно незнакомые, которые к вам заходят. Значит, имейте в виду, что вот этот виджет, он очень важен. Ну, собственно говоря, вот здесь уже сам Яндекс.Метрика, естественно, понимает, что важно для вас, для вашего анализа. То есть, чтобы вы уже никуда далеко не ходили, чтобы вы заходили вот именно сюда и быстренько все просматривали. То есть, уже просмотрев сводку, я уже могу сделать кое-какие выводы. Например, что такая рубрика, как «Нумерология» у меня лидирует, а вот такая рубрика, как «Аналогия», она находится, будем говорить, на третьем месте. Теперь посмотрите, я, возможно, захочу выяснить еще что-то. Я еще раз повторяю, мне очень важно знать, сколько людей приходит с поисковых систем. Потому что для блогера, я еще раз повторяю, основной практически трафик – это SEO-трафик, то есть поисковый трафик. Поэтому я хотела бы здесь вот еще видеть, сколько человек приходит конкретно с каждой поисковой системы. Сейчас пока, конечно, их будет очень мало, но пусть они будут. Поэтому я вот захожу сюда в библиотеку виджета, и для меня очень важно знать, добавить виджет с поисковым трафиком. Вот посмотрите, вот я выхожу сюда, видите, качество страниц, скорость работы сайта. Вот если я вот здесь вот кликну, то вот видите, у меня топ выхода страниц здесь может быть. Если я скорость работы сайта, кстати, тоже очень интересная вещь, это я поставила такой виджет на рыжем блоге. Например, медленная загрузка страниц, это тоже очень важно. Популярное содержимое, посмотрите, популярные страницы и так далее, достижение целей конверсии, объем трафика. Вот я вышла по объему трафика. Меня интересует объем трафика. Посмотрите, абсолютное значение, это значит будет в цифрах или в процентах. Я выхожу по источникам. У меня сразу появляется возможность выбора всех источников, но меня интересуют конкретно поисковые системы. И я добавляю этот виджет. И вот он у меня появился. Видите, вот последняя поисковая система. 12 с Яндекса пришло, уже с Гугла пришло 6 и 1 пришел с Мэйла. Но это визиты. А я хочу посмотреть не визиты, а посетителей. Давайте еще раз я вам покажу, куда я зашла. Вот в эту вот шестереночку. Я нажимаю на нее, на эту шестереночку. Я оставляю пока визиты. Цели у меня здесь нет, не выбираю. Метрика. Здесь я выбираю не визиты, а выбираю посетителей. Вот сейчас вы видите, что вот у меня здесь посетители. 12 человек с Яндекса, 6 человек с Гугла уже и 1 человек с Мэйл. Я это сохраняю. Если мне это не нравится, я могу отменить или вообще убрать виджет в корзину удалить. Значит, я пишу сохранить. И у меня здесь уже появляются посетители, а не визиты. Еще один момент. Я бы хотела, чтобы вот этот виджет у меня был высоко. Чтобы я когда заходила, у меня иногда совсем мало времени, вот просто для быстренько глянуть и посмотреть, что же здесь у меня происходит. И вот посмотрите, основные три виджета я поставила здесь вверху. Вот где я таскала их. Вот здесь 6 точек этих. Видите, такая ручка. Я захватываю и перетаскиваю левой кнопкой мыши. Все это очень просто делается. Итак, мы настроили с вами страницу сводка. Теперь давайте посмотрим отчеты. Отчеты у нас... Я не буду рассказывать вам про все отчеты. Я вам покажу только для начала стандартные отчеты. Вот давайте зайдем. Видите, вы когда открываете отчеты, вам сразу предлагается создать стандартные отчеты, создать собственный мой отчет, какие-то избранные отчеты, отчеты предыдущих версий и так далее. Вот это все выбрать. Я выбираю стандартные отчеты, и меня интересует в данном случае, ну, например, давайте посмотрим источники. Вот здесь в источниках я могу посмотреть сайты, поисковые системы, поисковые фразы, социальные сети. Вот давайте посмотрим социальные сети для начала. Итак, я захожу сюда, в социальные сети. Вот показаны те социальные сети, в которых у меня приходили люди. Значит, вверху обязательно идет график, внизу, посмотрите, идут все расчеты, все метрики. Значит, визиты, отказы, глубина просмотра и время на сайте. Если я сейчас хочу еще посмотреть не визиты, а хочу посмотреть еще, добавить метрику, например, конкретно посетителей, то я нажимаю вот сюда на кнопочку метрики и выбираю себе, вот у меня показаны вот эти столбцы, вот посмотрите, визиты, отказы, глубина просмотра, время на сайте. Я выбираю базовые метрики и посмотрите, я выбираю посетителя. И у меня появляется здесь посетитель. Я пишу применить. И я вижу, здесь появились еще один столбец, который называется посетители. Вы можете убрать что-то, да, если вот мы сейчас с вами зайдем метрики, то вы вот захотите убрать, например, вот отказы, да, вы кликните вот на этот, нажмете на этот крестик, у вас уйдет определенный столбик. Но вот все вот эти вот три показателя, отказы, глубина просмотра, время на сайте, они очень важны. Что они дают, я давала конкретно в статьях. Посмотрите в статье. Посмотрите, вот сейчас я хотела обратить ваше внимание, на визиты и на посетителей. Сравните обязательно вот эти вот цифры. Посмотрите, у вас количество посетителей всегда равно или меньше, чем количество визитов. Почему? Потому что посещением является это конкретное число уникальных посетителей, которые к вам пришли. И вот это очень важный показатель, да. А визиты – это значит, что кто-то из этих посетителей несколько раз заходил к вам на сайт или оставлял ваш сайт в неактивном состоянии и возвращался потом на него. То есть вот здесь это информация о том, сколько об активности будем говорить ваших посетителей, а это о количестве уникальных посетителей. Итак, что я вижу? Я вижу, что у меня приходили практически со всех моих социальных сетей приходили люди. Вот если я здесь, видите, рядом, например, показаны у вас не только вот ссылочки, показаны социальные сети, но даны еще вот такие плюсики. Вот если я нажму на плюсик, то мне будет показано, откуда кто пришел. И если я, например, нажму вот сюда на ссылочку, то я могу определить, откуда пришел ко мне человек. Я сейчас не буду здесь это разбирать, мы с вами не будем это смотреть, вы просто выйдите на того посетителя, который у вас был здесь. Вот обратите внимание на посетителя, который был 15 минут и просмотрел 7 страниц. Значит, этот, ну, наверняка будет посетитель тот, который, наверное, которому понравился мой сайт. Посмотрите, отказов 0, то есть он не ушел с сайта, он пробыл на сайте 15 минут 45 секунд, и это один посетитель, да, то есть и один визит. То есть он не уходил с сайта никуда, а внимательно и тщательно просматривал ваш сайт. Дальше, вот ВКонтакте, посмотрите, ВКонтакте, и вот здесь какой-то ID. Вы можете этого человека по этому ID буквально найти. Как это делать, я не буду показывать, но здесь могу только сказать, что человек был всего 8 секунд, просмотрел одну страницу и практически 100% отказ, потому что он был меньше, чем 30 секунд у меня на сайте. Но все-таки он заходил, да. Вот таким образом вы можете посмотреть и увидеть тех людей, которые к вам приходили. Еще один момент. Для того, чтобы внимательно вот это вот все увидеть, я обычно смотрю не вот в этом графике, а просматриваю вот в таком графике. И здесь тогда я вижу, то есть наглядно вижу, какая социальная сеть лучше всего работает. Вот Twitter сейчас стал работать у меня хорошо за счет того, что поставлен у меня определенный плагин на сайте, который разработал WordPress. И он очень хорошо дает информацию при публикации вашей статьи прямо в социальные сети. Я чуть позже в следующих статьях буду обязательно это рассказывать. Почитайте эту статью. Это Jetpack плагин. Очень хорошо сейчас настроены. Я установила его на всех своих сайтах. Итак, что мы можем делать дальше? Ну давайте зайдем еще в отчеты. И, например, посмотрим... Ну, больше всего, конечно, интересуют нас источники. Ну вот, например, такой источник, как посетители. Мы можем посмотреть... Вот как я хотела узнать портрет своего посетителя, да? Я могу посмотреть, например, возраст своего посетителя. Вот давайте я посмотрю. На сводке у меня возраст был. Ну вот здесь я конкретно вижу, что люди с 45 лет у меня старше... 45 и старше – это люди, которые... Основной посетитель моего блога. Вот обратите внимание на то, что вы должны понять, что практически я свой блог делала для людей преклонного возраста, для тех, кто хочет поговорить о жизни уже со своим собственным опытом, да? То есть это люди, которые или хотят сохранить свое здоровье, или хотят его восстановить, это здоровье, или хотят там спланировать свою жизнь, работая с нумерологией и так далее, да? То есть я и рассчитывала, собственно говоря, свой сайт на таких людей. И посмотрите, у меня получилось, что у меня, по идее, должно было бы количество людей быть вот этот сектор достаточно большой, и вот этот сектор голубой – 35-44 года. Но у меня, посмотрите, 25-34 года, оказывается, этот сектор достаточно, ну, такой, видите, весомый. То есть он больше даже, чем сектор 35-44 года. То есть вот здесь мы делаем с вами вот такой вот вывод. Теперь посмотрите, вот здесь я могу, собственно говоря, сегментировать этих людей. То есть я могу наиболее подробно выяснить, что это за люди, чем они занимаются и так далее. Вот давайте посмотрим сегментацию. И здесь я могу, например, сделать следующее. Вот посмотрите, я сейчас работаю с аудиторией. Значит, я выхожу на аудиторию, кликаю аудитория, и у меня здесь появляется пол, возраст, интересы, география. Сейчас меня интересует пол. Вот я выбрала пол, мне интересно знать. И мужской, и женский пол. Я включаю эту ситуацию, и у меня получается вот сегментация по визитам мужской, женский пол. Я выхожу в метрики, и я добавляю сюда пол. Доля мужчин, доля женщин. Пишу применить. И вот у меня здесь показана конкретно доля мужчин, доля женщин. И показан, в сегментации показано количество людей определенного возраста. То есть 45 лет – это 27% мужчин и 72% женщин. 35 – это 41% мужчин, 52% женщин и так далее. То есть вот я могу с вами здесь оценить долю мужчин, долю женщин даже буквально по годам. Дальше я могу, собственно говоря, сравнить сегменты. Выбрать, сделать два сегмента, например, и сравнить сегменты. Давайте посмотрим. Сравнить текущий сегмент с сегментом, заданным вручную. Давайте посмотрим, что здесь мы можем сегментировать. Ну, например, сегмент А и сегмент Б. В сегменте А я хочу сегментировать своих людей по интересам. Вот я выбираю интерес и выбираю людей, которых интересует красота и здоровье. А здесь я выбираю, по мужчинам и женщинам я выбираю, а беру сегментирование опять по интересам. И в данном случае я выбираю, например, бизнес. И теперь я хочу их сравнить по сегментам. И вот у меня два сегмента, посмотрите. Вот сегмент А у меня идёт. И вот сегмент Б идёт. Это я красота и здоровье взяла. И интересы бизнес. Вот это показано у нас возраст. То есть я сравнила интересы красота и здоровье, 113 визитов, и интересы бизнеса, 254 визита. Видите, оказывается, бизнесменов сюда приходит ко мне больше. Я сравнила красота и здоровье. У меня 20 визитов. А с точки зрения бизнеса у меня здесь будет 44 визита. Это 35-44 года. То есть оказывается бизнесменов, то есть тех людей, которые хотят создать свой бизнес, здесь намного больше у меня. Посмотрите, красота и здоровье у меня только три сектора. Это 45 лет, это 35-44 года и 25-34 года. А вот бизнес у меня все абсолютно возрастают. Даже вот два человека младше 18 лет есть. То есть это люди, которых интересует собственный бизнес. Знаете, если я вот так вот на вскидку прикинул те мои рубрики, о которых я говорила, то, наверное, красота и здоровье это все-таки интересует тех людей, которые интересуют, вернее, те рубрики, которые являются долголетиями. И, наверное, те рубрики, которые отвечают за аналогию, потому что там у меня идут все-таки вопросы, касающиеся здоровья. А вот бизнес – это та рубрика, которая относится к нумерологии, потому что нумерология все-таки занимается планированием и в том числе и бизнеса. Не только свои личные какие-то настройки, но и настройки бизнеса. Значит, опять нумерология рубрика у меня, так сказать, выходит на передовые позиции. Если я здесь более внимательно все посмотрю, то я здесь увижу даже проценты, минусы, плюсы и так далее. Время на сайте – все здесь разложено по сегментам. То есть будьте внимательны, вы здесь очень много всего увидите. Итак, теперь наша задача посмотреть карты. В картах я посмотрю только карту ссылок, потому что она практически работает точно так же, как работают все остальные карты. Вот посмотрите. Карта ссылок, я считаю, это одна из самых важных карт. Посмотрите, здесь вы видите вот сейчас на отдельной вкладке информацию по метрике по карте ссылок. Вы можете открыть, вот нажав на этот треугольничек, открыл вот эту информацию. Вы можете также здесь провести все сегменты, все сегментировать. Вот давайте я сейчас уберу интересы бизнес, потому что я хочу полностью целую, цельную информацию иметь. Я вижу вот здесь шкалу тепловую. Значит, минимальное количество кликов – это синяя шкала, красная – это за максимум кликов идет. Закрываю это и обращайте внимание вот на эту ссылочку взаимодействия с сайтом. То есть сейчас мы с вами находимся на карте. Карта нам показывает, что вот, например, заголовок, он достаточно кликабелен. Я могу определить, насколько он кликабелен. Например, кликнув вот по какой-то цветной вот такой ссылочке, я могу здесь кликнуть, что вот в данном случае на сегодняшний день у меня четыре перехода. Вот на похудеть, на эрис, смирнов и так далее. Вот на данный момент. Посмотрите, я вижу, что личный нумерологический код месяца достаточно кликабелен. В данном случае девять раз прошлись вот по этой ссылке. Дальше я могу посмотреть, что вторая страничка при переходе, наверное, вот в данном случае здесь переход на вторую страничку, тоже достаточно кликабелен. Вот 15 раз переходили, кликая вот на эту цифру. Для того, чтобы перейти на вторую страничку, я должна кликнуть вот на эту кнопку. Тогда я имею право, видите, здесь все открывается, я имею право сделать переход. Иначе я переход не сделаю. Видите, передо мной просто сайт, просто вторая страничка. Если я кликну вот сюда просмотр карты, то вот у меня сразу появится кликабельность ссылок. Здесь вы тоже можете сделать определенные выводы, внимательно посмотрев и определив. То есть со второй странички, естественно, переходит все на первую страницу обратно. Вот она тоже достаточно кликабельна. То есть вот таким образом вы видите, что наиболее кликабельно, чем интересуются у вас люди больше всего, чем меньше всего и на что нужно обратить внимание. Вот посмотрите, в данном случае, видите, вот об авторе интерес достаточно большой. Видите, 12 кликов идет. Давайте я еще покажу вам вот такую страничку, как путеводитель. То есть это карта сайта. Вот карту сайта давайте мы с вами просмотрим, как карту ссылок. Обратите внимание, вот здесь прямо сразу видно все, на что больше всего люди обращают внимание. Посмотрите, самая яркая, самая кликабельная – это нумерология. Если мы смотрим здесь на рубрике, то тоже видим, что нумерология у нас красным цветом обозначена. Долголетие у нас на втором месте. Посмотрите, аналогия у нас на первом месте. Значит, я могу сделать вывод уже сейчас, что, наверное, для быстрейшего продвижения блога мне нужно сейчас сделать такой упор на статьи по нумерологии. Значит, они вызывают наибольший интерес. А потом я уже увижу, что люди, которые будут приходить постоянно на этот сайт, они увидят и другие статьи, и я думаю, что им тоже будет интересно. Потому что, вот посмотрите, видите, низкокалорийная диета тоже вызывает интерес. Самые простые упражнения, вот они, видите, с желтым цветом показывают. Вот это вот переход у меня на мой рыжий блок. И видите, я тоже вижу, что люди переходят вот по этой картиночке. Хотя первоначально мне казалось, что на эту картинку, наверное, вообще никто не обратит внимания. Но я решила, что надо немножечко, так сказать, подождать и выяснить, есть ли информация о том, что людям интересен этот переход. Зеленым цветом, не синим, значит, есть достаточно среднее количество людей, которые готовы перейти сюда. Вот, видите, последние записи блога установлены. Обратите внимание, это не просто так, это тоже для вашей информации. Это для людей, они кликают сюда. И для вашей информации, для того, чтобы вы поняли, что, да, действительно, это людям важно. Итак, карты ссылок мы с вами посмотрели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok